Новоселье отпраздновали жители села Подстёпное Теректинского района Западно-Казахстанской области. Сердца людей, переживших паводки, теперь спокойны, ведь им достались новые дома. Наши корреспонденты разделили радость с ними. Одну из пострадавших от паводков в селе Подстёпное Теректинского района стала Зоя Масалемова, которая теперь живёт в селе Токпай. После технической экспертизы её дом был признан непригодным для проживания. Проблема с жильём стала тяжёлым испытанием для её семьи. «Я зря переживала. Государство поддержало нас и предоставило новый дом. Обещание президента Токаева, который приезжал в наш регион, выполнено, — говорит пенсионерка». «30 марта мой сын сообщил мне, что к моему дому приближается вода. После этого я собрала свои вещи и временно переселилась в микрорайон Таити, где живёт мой старший сын. До этого времени я проживала в его доме. Теперь у меня есть своё собственное жильё. Я хочу выразить огромную благодарность нашему президенту Касыма Жумарту Токаеву за такую поддержку. Предоставленный мне дом очень понравился. В нём есть три комнаты, две спальни и большой зал». Жительница села Подстёпная Айгуль Бесенова также переехала в новую квартиру. Когда её единственное жильё было признано непригодным, она обратилась за советом к специалистам сельского акимата. «Я даже не могла представить, что в такие короткие сроки мне предоставят новое жильё. Я переживала, что смогу обрести новый дом только осенью», – говорит женщина. «Мы очень рады, что и быстро, и качественно, и хорошо. Дом, конечно, нас порадовал. 126 квадратов дом, 12 соток земли – это мечта любой хозяйки». Покупка на вторичном рынке или строительство нового дома остаётся решением собственника жилья. В общем, в Теректинском районе десятки семей пострадавших от паводка согласились на приобретение нового жилья.